Всем привет! Сегодня мы поговорим о мышлении. О мышлении, о роли мыслей в нашей жизни, как это работает, как наши мысли влияют на нашу жизнь, как это реализуется, то есть как наше мышление влияет на наши действия, как потом наши действия влияют на то, что мы имеем и получаем в жизни. Привет, Любана! Всем привет-привет! Привет! Ну что, наверное, вы слышали, что, например, тело состоит из того, что вы едите. То есть если вы что-то едите, постоянно едите, вот этот строительный материал, который вы употребляете, в зависимости от того, какого он качества, он постепенно используется телом для того, чтобы тело само себя могло перестраивать. и вот за 7 лет проходит полный цикл, то есть за 7 лет в теле не остаётся ни одной старой клетки. То есть постоянно тело само себя перестраивает, перестраивает, перестраивает. Понимаете? Вот то же самое происходит с умом, но не так. Понимаете? То есть вот ум, он тоже формируется из того, что в него попадает. То есть ум — это набор мыслей, то есть это то, как мы думаем. И то, как мы думаем, оно как бы не просто так взялось ниоткуда, а оно сформировалось. Понимаете? То есть человек рождается, ну, условно говоря, назовём это табула раса, да, то есть с чистым умом. И этот чистый ум, он постепенно наполняется тем, что говорит мама, папа, да, что происходит вокруг. То есть он наполняется не только словами, ум наполняется образами. Мы говорили с вами, да, что каждый момент ум записывает те восприятия, которые с нами происходят каждый момент. То есть это тоже мысли, чтобы вы знали. И поэтому вы можете вспомнить, да, то есть если я спрошу вас, там, Люба, например, вспомни свой прошлый день, да. В этот момент ты своим вниманием можешь пойти в банк памяти и достать какие-то картинки. Вот эти картинки, да, какие-то там звуки, может быть, ещё что-то, да. Это всё тоже мысли, чтобы вы понимали. Это тоже ум, это тоже ваше мышление. Таким образом, всё, что с вами происходит, да, то есть то, что с вами происходит в течение каждого дня, а также то, что происходит через ваше мышление, да, то есть помимо того, что вы запоминаете, вы постоянно думаете, да, то есть вы что-то там изучаете, пытаетесь это осмыслить как-то, да, понять какие-то вещи, какие-то вещи вы просто тупо запоминаете, да, и всё это пища для вашего ума, да, то есть это всё мысли. Эти мысли, они формируют каждый день снова и снова ваш ум. И, конечно же, спустя годы, да, проходят какие-то там, ну не знаю, кто сколько жил, да, там 20 лет, 30, 40 лет. И вы совершенно не такой же, каким вы были 5 лет назад, да, то есть если тело, оно как бы перестраивается, да, то есть какие-то клетки умирают, и на их смену, ну как бы приходят новые клетки, то с умом так не происходит, понимаете? Ум постоянно наполняется, он постоянно наполняется, он наполняется теми впечатлениями, которые вы переживаете, да, памятью, восприятиями какими-то, и также он наполняется вашими выводами, вашими суждениями, вашими какими-то убеждениями, да, то есть вы в чём-то периодически там приходите к каким-то умозаключениям и фиксируете их в уме, ну то есть говорите, да будет так, вот, ну, иначе говоря, я верю, что это так, да. И вот таким образом ваш ум постоянно уплотняется. То, что я вам тоже много раз говорил, что с самого детства ваш ум копит, 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 копит. То есть там накапливается память, там накапливается опыт, там накапливаются те выводы, которым вы приходили много-много лет назад. И как вы понимаете, очень многие из тех выводов, к которым вы пришли в 5 лет, они уже совершенно неприменимы в 35 лет. Ну, вы согласны с этим, да? То есть разумность ребёнка, его какие-то выводы детские, которые он сделал в 5 лет, и те выводы уже взрослого, сформировавшегося разумного человека в 35 лет, это совершенно два разных уровня разумности. Но главная эта фишка заключается в том, что если вы что-то приняли, действительно глубоко поверили во что-то в 5 лет, в какую-то мысль, то это вовсе не означает, что прямо сейчас она не работает. Понимаете? То есть она же, вы поверили. Ну да, там какие-то мысли вы, например, можете что-то переосмыслить. То есть можете поверить во что-то новое. Но очень часто вот именно такая природа ума, да, что если вы дали силу, дали веру чему-то вот в детстве, да, там или в прошлом вашем, эти вещи, они никуда не деваются. К сожалению, они никуда не деваются. Они обладают силой влиять на вашу жизнь, и они формируют вас как личность, да? То есть вот что такое личность? Личность – это не вы. Ну, вам важно это понять, что личность – это не вы. Вы – это вот тот, скажем так, тот малыш, который был в детстве, чистый, да? Вот чистый малыш появился, он индивидуальность. Он индивидуальность. Он спонтанен. Он совершенно как-то непредсказуем. Он еще не запрограммирован. То есть в нем не набралось в уме еще очень много идей всяких мыслей, памяти там и всего остального. Он является индивидуальностью. И поэтому, так как он еще, он просто не забит, понимаете, он еще все это не приобрел. То есть маленький ребенок, он еще все это не приобрел. А мудрец, мудрец отличается от маленького ребенка, знаете чем? Не тем, что у него нету этого опыта. То есть у малыша нету еще опыта, нету запрограммированности. Он еще не набрал всю эту пищу в ум. Еще не напринимал эти все решения. Мудрец и осознанный человек заключается тем, что он стал причиной над своим умом. То есть он в какой-то момент понял, а, так я же не ум. Я же просто не ум. И я, осознав себя, кто я являюсь, стал причиной над своим пространством ума. То есть у меня есть там опыт, у меня есть какие-то мысли, но в чем отличие от обычного человека? Я с ними себя больше не отождествляю. Понимаете? То есть я каждый момент осознаю, кто я, и я являюсь причиной над моим ментальным пространством. Нету больше мыслей, которые могут на меня влиять, и я об этом не знаю. Понимаете? А у большинства людей бессознательных, они полностью являются личностями. То есть вот набрались эти мысли, как они набрались, они ими обросли, и они полностью как бы застряли в этом. Это вот важное отличие, ну, чтобы вы понимали, как работает ваше как бы мышление. То есть если вы верите в какую-то мысль и отождествляетесь с ней, то вы как бы становитесь этой мыслью. И эта мысль начинает на вас влиять, начинает формировать ваши какие-то решения, выводы, отношения к жизни, да, и последующие действия, естественно. То есть в зависимости от того, во что вы верите, каким мыслям вы придали значимость и силу, в зависимости от этого, естественно, эти мысли будут влиять далее на ваши поступки, на то, как вы действуете. И вот я к чему это вам всё рассказываю. Сейчас один момент, я попью. К тому, что вот многие люди, они мыслят каким образом? Что мысли – это просто вот этот внутренний диалог, да, внутренний диалог. Я сама с собой разговариваю словами, я что-то обдумываю, да, вот я сталкиваюсь с какой-то ситуацией, и мне нужно это словами обдумать, да. То есть вот мне нужно обдумать, или мне нужно представить, как будет развиваться моя жизнь, да. Вот, ну, некоторые люди думают, что это мышление. Действительно, это мышление, это одна из форм мышления. Вы можете мыслить словами, вы можете мыслить картинками. Но вам важно понимать, что когда вы думаете, да, вы очень часто не видите уже того объёма мыслей, из которых вы состоите, да. И вы часто можете думать, что, ну, я как бы всё время сам себе принадлежу и типа исхожу каждый момент из новой единицы времени, да. То есть каждый момент я как бы могу принять какое-то новое решение, которое будет совершенно свободно от моей памяти, от моих прошлых решений, от моих прошлых суждений, там, и от всего, что было ранее. Это ошибка, понимаете, вот это главная ошибка, которую большинство людей, к сожалению, не понимают. Они думают, что они свободны, они думают, что они обладают свободной волей, но они не видят, что эта воля, она полностью, как бы, скажем так, подвержена влиянию прошлого. То есть свободная воля, она не может быть свободной, если вы напринимали кучу всяких решений в прошлом, да. И когда вы пытаетесь, то есть вы пытаетесь, типа, заново принять какое-то решение, типа, я с сегодняшнего дня начинаю новую жизнь, да. Вот я принимаю решение, что с сегодняшнего дня я буду делать то-то и то-то, и буду совершенно делать не так, как раньше. С чем вы столкнетесь, когда вы пытаетесь принять какое-то новое решение, да, там, пришли на перископ-трансляцию Макса, послушали что-то, о, как он прав, да, он, блин, здорово всё рассказывает, всё, начиная с завтрашнего дня, я живу по душе там и так далее, да. То есть принимаю какие-то новые решения, всё меняю в своей жизни и так далее. Как вы думаете, у вас получится это сделать? Ну вот напишите мне ваш вариант, получится ли у вас взять в новую единицу времени начать новую жизнь. Ну давайте честно вот как бы смотреть, смотрите на честную жизнь, вы можете так сделать? Нифига не можете, правильно, никто не может. И я тоже много-много лет назад я понял, что, блин, а почему, почему я не могу-то? Ну вроде бы как бы могу, по идее разумно, если меня что-то не устраивает, если мне что-то не подходит, как бы, ну, я имею право изменить это в своей жизни. Но при попытке это сделать, я сталкиваюсь просто со страшной инерцией, с неспособностью это сделать. Понимаете? Так вот, с чем вы имеете дело в этот момент? Вы имеете дело как раз со своим прошлым. Вы имеете дело с тем, каковы вы сложились, да, каков ваш ум, каковы ваши привычки, каковы все ваши вот эти прошлые суждения, убеждения, в которых вы выросли и которые стали для вас, ну, практически вами. Понимаете? То есть ваш ум, он полностью запрограммирован. То есть это биокомпьютер, который имеет множество там подпрограмм всяких, программ, да, множество идей, суждений, представлений, образов, которые наделены вами были силой в прошлом. И если вы наделили силой в прошлом, они работают, понимаете? То есть эти все программы, все эти мысли, все эти ваши убеждения, суждения, представления, верования, все эти вещи, они работают. И они, ну, как бы ждут, иначе говоря, пока вы их отмените. Это единственное, как можно изменить свою жизнь. Сначала важно расчистить пространство своего ума. То есть многие, вот в чем ошибка там многих людей? Они думают, что с ними все в порядке. То есть вот то, что Оша часто описывал, многие другие мудрецы, то есть они, метафору приводят такие вот эти мудрецы, что ты не видишь свой гнилой забор и пытаешься не, как бы, на эту гниль, да, нанести какую-то новую краску. То есть ты что-то там прочитал, пошел на какой-то тренинг, да, что-то там, узнал какую-то новую информацию, и ты пытаешься наложить на то, какой ты сформировался уже, да, ты пытаешься наложить что-то сверху. То есть ты продолжаешь пытаться принимать решения, делать какие-то новые суждения, что-то постулировать, да, там, мечтать, представлять поверх того, что накопилось. И, конечно же, ты будешь видеть, что ты постоянно терпишь поражение в этом. То есть ты постоянно видишь, что тебе вот не удается, как бы, сделать то, что ты хочешь. Почему это происходит? Потому что как твое тело формируется из того, что ты кушаешь, да, так и твой ум сформировался из того, что ты думал в прошлом. И здесь мы приходим, опять же, к тому, о чем я уже говорю, не одну трансляцию – депрограммирование. Понимаете? Депрограммирование – очищение своего ментального пространства. Расчищение. То есть вы, ну, вам важно обнуляться. Понимаете? То есть сначала идет процесс очищения. Вот даже, давайте, буду переводить вас на более простые примеры. Если вы захотите изменить питание, да, например, вы осознали, что там мясо плохо кушать, да, какие-то продукты там плохо кушать, прочитали какую-то научную информацию, исследование, да, там, прочитали книжку китайское исследование, вот поняли, ну, вот плохо мясо кушать, да. Первое – это что? Это не то, что вы просто перестаете его кушать. Вам важно очистить ваше тело. То есть из-за того, что там человек 20-30 лет кушал, да, или то же самое, человек мог курить, да, или долго употреблять наркотики, или там алкоголь. Что ему в первую очередь важно сделать? Не просто отменить это, а пройти глубинный процесс очищения. Понимаете? То есть это первый этап всегда. То есть сначала важно очистить, очистить вот все, что накопилось, все, что неправильное там вот застряло где-то в теле, да, какие-то токсины, там, в жир это превратилось и так далее. То есть сначала идет процесс детокса, как бы, то есть очищения, выведения всех этих отравляющих ваше тело веществ из вашего тела. То есть все это надо вывести сначала. Ну и по ходу уже можно перестраивать свое питание. И тогда у вас все это нормально пройдет, вы достаточно быстро перейдете на новое питание, и у вас не будут вот эти токсины, они же имеют тенденцию как бы влиять на вас, на вас как сознание и заставлять вас что-то делать. Как вот героинщик, да, героинщик сидит на наркотиках, на героине, и пока этот героин в его крае циркулирует, если он перестанет его принимать, у него что начинается? Ломка. Его начинает ломать. Он готов душу дьяволу продать за то, чтобы новую дозу получить, понимаете? Поэтому сойти с героина очень тяжело. Это вот, ну героин один из самых таких токсичных наркотиков в этом плане. Очень тяжело бросить, потому что вам придется пройти через ад, ну, когда вы будете бросать. Вот слава богу, например, тот же самый Рон Хаббард придумал целую технологию, как облегчить этот процесс. То есть он придумал, что есть так называемый кальмак, да, вот есть напиток, с помощью которых вот эти вот ломки, они как бы облегчаются, можно соскочить. Так то же самое происходит с вашим ментальным пространством, понимаете? То есть у вас, вы как находитесь в гипнозе, как в наркотике, веря в какие-то мысли, вы просто, понимаете? То есть вы некоторые стабильные данные, на которых строится ваша жизнь, это мысли какие-то, это какие-то образы, да, какие-то привычки. Вы настолько в них верите, что сама попытка даже подумать, что сейчас вот это обнулится все, она вызывает панику. То есть это ломка, понимаете? Это тоже своеобразная ломка. То есть вы, вот у вас сформировалась какая-то привычка, да, привычный какой-то образ жизни, и вы понимаете уже где-то, это нездоровая штука, она как-то не делает меня счастливым, она мешает мне жить, мешает мне радоваться жизни. Но при попытке как бы подумать, что это нужно отпустить, там, какую-то нелюбимую работу или какую-то ситуацию из вашей жизни, нужно отпустить, да, у вас начинается ломка, как у наркомана. То есть вы привыкли, вы сидите уже на этой привычке, как на наркотике. И, естественно, вот этим осложняется трансформация вашей жизни. То есть трансформация вашей жизни, в первую очередь, это трансформация вашего понимания и вашего мышления. Как только вы начинаете менять ваше понимание и постепенно менять ваше мышление, а изменение мышления связано не с тем, что вы просто слушаете новую информацию, а с тем, что вы начинаете переосмысливать, переосмысливать и пересматривать ваши вот эти базовые мысли, все образы. То, что на вас как бы повлияло и во что вы поверили с самого детства. То, что в вас запрограммировала система, то, что в вас заложили мама, папа, там, не знаю, бабушки, дедушки. Вот это все окружение вас нагрузили определенными... Сейчас подождите. Так, что-то у меня тут бдильник сработал, извиняюсь. То есть вас нагрузили огромное количество всяких убеждений, всяких образов, всяких представлений. И вы думаете искренне, что это я. Я такой. Понимаете? То есть ваша личность. То есть личность, вы поймите, это сервисная программа в уме, которая исключительно состоит из убеждений, из представлений и из всяких привычек. Вот это личность. А вы не являетесь личностью. Вы являетесь душой. Вы являетесь сознанием. Вы являетесь хозяином. Тем, кто оперирует этими образами. Тем, кто оперирует ролями какими-то. Но если вы приобрели какие-то роли, какие-то привычки, какие-то программы, сейчас вы видите, что эти программы, они не сделали вас счастливым человеком. Они не сделали вас успешным, самореализованным. Они вас постоянно сковывают. Постоянно вам мешают жить. Но какой вывод? Нужно заниматься очищением, депрограммированием. Вот именно этим занимается любая духовная практика. Любая духовная практика занимается именно этим. Дианетика занимается этим. Саентология занимается именно этим. Медитация занимается именно этим. В медитации вы не достигаете какие-то цели в виде образов, которые вы себе опять представляли и наделили значимостью. И посчитали, что там-то счастье будет. Большинство людей вот этим занимаются. Они занимаются ментальной мастурбацией, профанацией, мозгоблудием. То есть они сформировались такие, какие они есть, как личности. И они страдают от этого. Они страдают от неправильного программного обеспечения. Они страдают от психовирусов. Они страдают от ограничивающих убеждений. Они страдают от кучи материала, который накопился в ментальном пространстве. И при этом что они делают? Они продолжают не обращать внимания на это ядро личности, да, как бы. И продолжают просто завидовать кому-то, мечтать. И думать, что нужно на этот гнилой фундамент что-то поверх добавить. Это не работает. Это не работает. Никогда не работало и не будет работать. Путь к трансформации лежит через очищение, через депрограммирование, через освобождение. Духовное освобождение. Что такое духовное освобождение? От чего дух-то освобождается? По сути. От чего вы, как душа, освобождаетесь? От всего, что вам мешает жить по душе. От всего, что накопилось, наслоилось в вашем уме. От всех этих программ, убеждений, представлений, верований, которые сейчас сложили вас, такой, какой вы есть, такая, какая вы есть. Вы сложились, понимаете? Вы уже сложились. И вам важно изменить это. Это изменение происходит через осознание всех этих вещей, которые на вас влияют. А вы даже не замечаете, что они на вас влияют. Привет. Да. Понимаете? Поэтому не тешьте. Вот это вторая трансляция уже, которая направлена на то, чтобы вы не тешили себя иллюзией. Что с вами, вот прямо сейчас, с такими, какие вы есть, все в порядке. Вот все в порядке. Просто нужно вовне что-то поправить. Вот что-то нужно изменить вовне. Нет, дело абсолютно не в этом. Ваша внешняя реальность исключительно, полностью отражает ваш ум. То есть то, во что вы поверили. Еще же в Библии написано, поверь ваше воздастся вам. Во что вы поверили, вот так вы и живете. Но это не просто вот, что вам надо поверить во что-то новое. Вы поймите, что вы поверили в тысячу вещей. В тысячу вещей в течение жизни вы поверили. И они продолжают на вас действовать, продолжают формировать вашу личность, формировать ваше ядро того, какой вы есть. Понимаете? Поэтому только изменив ядро, начав работать с ядром личности, только так вы можете изменить вашу жизнь. На поверхности бесполезно что-то менять. Знаете, как многие люди предпочитают куда-то уехать, изменить страну проживания, поехать в какое-то путешествие. И они все надеются, что там все будет лучше. Но они везде с собой берут свое бессознательное, свое это сформировавшееся ядро, свою личность. Они берут в новые обстоятельства. Да, в новых обстоятельствах может не так сильно рестимулировать это ядро новая атмосфера какая-то. Но рано или поздно там все начнется то же самое. Это ядро, оно бессознательное, оно торчит внутри вас. Понимаете? Поэтому все глубокие люди, все пробужденные люди поняли это, что нужно работать со своим внутренним пространством ментальным. Все там, все ответы там. Меняешься сам и меняется твоя жизнь. Бесполезно менять свою жизнь, не изменившись самому. А изменение себя происходит через пересмотры, через переосознание того, что вы там в прошлом понатворили со своей жизнью. Во что вы там влипли, во что вы там поверили, какие вы там убеждения приобрели, какие вы там суждения приняли, да? И что вы там напостулировали, как бы насудили в прошлом. И пожалуйста, не тешьте себя иллюзией, что с вами все в порядке. Если бы было все с вами в порядке, вы бы, ну, видели, что с жизнью вашей все в порядке. Вы бы жили по душе. Вот единственное, что мешает вам жить по душе, это ваша личность. Такая, какая она запрограммирована, такая, какая она сформировалась. И вот во что вы превратились за эти годы. Понимаете? Поэтому пока вы эту личность не осознаете, не расформируете ее, не депрограммируете, да? Пока не уберете эти все ложные убеждения, навязанные образы какие-то, неправильные представления о жизни. Вот пока вы с этим всем не разберетесь, не получится ничего. Оно будет продолжать по инерции на вас влиять. И по инерции вы будете делать то, что вы привыкли делать. Так или иначе. Степень свободы будет пропорциональна вашей осознанности. Вот человек, который свободен от прошлого, да, является, ну, можно сказать, там, на 100% причиной над своим умом, да? Вот в дианетике и саентологии это состояние клир. Клиронулся человек, очистился, да? И у него прозрачный ум. Он является причиной, как дух, как душа над своим пространством умом, ума, да, как бы. Естественно, он теперь сам себе принадлежит. Он теперь отталкивается от настоящего момента. Он теперь исходит из того, что есть здесь и сейчас. А человек, который имеет огромный банк, бессознательный, который постоянно на него из прошлого влияет, эти все убеждения как-то там влияют, прошлые впечатления, эти опыты влияют на него, он никогда не исходит из настоящего. Он не живет здесь и сейчас. Он живет прошлым, и он из этого прошлого часто пытается рекомбинировать свое будущее. То есть он перекладывает из пустого в порожнее. Понимаете? Он не живет здесь и сейчас. Он бы и рад. Он чувствует, что это давит на него. Постоянно подавляет это прошлое его. Постоянно вот все зафиксировано очень инертно. Он бы и рад изменить. И вот эти люди, они часто ходят и надеются вот это вот. Еще один семинар, еще один тренинг. И надеются, все надеются на что-то. Пока они получат вот эту информацию ключевую. Что дело не в том, чтобы тебе надо узнать новое. Это важно. Важно все-таки узнать новое, проникнуться. Но важно разобраться со старым. И пока вы не наведете там порядок с вашим прошлым, с тем, что с вами случилось в прошлом, не будет у вас свободной, естественной, радостной, наполненной, способной, целостной жизни здесь сейчас. Не будет. Это невозможно. Невозможно. Имея, знаете, как компьютер. Вот компьютер забит хламом, куча ненужного софта стоит. Уже там вирусы завелись. И пользователь приходит и ругается. Блин, что у меня все тормозит? Что у меня так еле работает все? Почему у меня так плохо работает мой компьютер? Почему? Да потому что надо его переустановить в систему. Знаете как? Все это надо постирать. Ну, иначе говоря, можно сделать даже не переустанавливать систему. Нужен человек, который разбирается в этом. Он придет. И он все это вычистит. Вылечит этот компьютер, да? Все эти вирусы уберет отсюда, как бы, да? И тогда этот компьютер нормально заработает. Вот то же самое с вашим умом. Абсолютно то же самое. Ваш ум захламлен огромным количеством информации ненужной. Убеждений, представлений, образов, привычек и так далее. И вот откуда часто там меня спрашивают, а почему вот этот вот внутренний диалог какой-то, да, постоянно вот бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла на автомате это, да? Откуда эти навязчивые состояния, откуда страхи, да, там какие-то вот панические атаки, да, там или еще что-то. Это все оттуда. Это ваше прошлое. Оно прорывается. Оно все время прорывается в ваш настоящий момент и вот на вас таким образом наваливается. И вы становитесь иррациональны, абсолютно реактивны, иррациональны. Часто просто тупо реагируете на что-то и не понимаете, почему вы так реагируетесь, срываетесь и так далее. То есть вы не являетесь причиной над своим ментальным пространством. Вы давно уже не являетесь, ну, как бы тем, кто управляет этим биокомпьютером. Этот биокомпьютер управляет сам собой и вами заодно, понимаете? То есть все как запрограммировано было, оно автоматически выскакивает, и эти программы работают просто. И вы никак не можете понять, почему я не могу жить, как я хочу. Почему я не могу реализовать свои подлинные намерения, свои подлинные интересы. Вот потому. Потому что все уже запрограммировано, как должно быть, как правильно, как стандартно, вот как приемлемо в этом социуме, да, вот как все обстоит, как все правильно делать, как правильно жить. Ну, рано или поздно вы должны раскусить это. И мои перископ-трансляции – это призыв к действию. К пониманию, что с вами происходит. Поэтому, вот если вы хотите лучше разобраться, как ваше ментальное пространство работает, закажите себе книгу «Дианетика. Современная наука. Разуме». Там Рон описывает все это. Вы поймите, что я как бы не просто взял эту информацию как бы из воздуха, да. Да, я там 10 лет этим занимаюсь, как бы, да. Но первый раз, когда я столкнулся и увидел разумность, наконец-то кто-то мне разумно объяснил, как устроен мой разум. В первый раз я это увидел в книге «Дианетика». Рон четко там объясняет, как это работает, с чем вы имеете дело. Ну и в этой же книге он во второй части дает технологию, как можно там объединиться со своим другом каким-то, да. И начать потихонечку все-таки там освобождаться от чего-то. Каждый человек уже свободен по своей природе, да. Исходно вы свободны. Но то, в чем вы сейчас находитесь, вы порабощены. Запрограммированы просто. Запутались. Очень много чего произошло в течение долгих лет. Одно наложилось на другое, наслоилось и запуталось. Возникли всякие цепи. И вы часто не видите причин просто. Не видите, с чем вы имеете дело. На вас что-то навалилось, какая-то депрессуха. Вы понятия не имеете, что это. А это связано очень часто с тем, что с вами происходило. Вот та же самая психосоматика, да. То есть возникает какая-то психосоматика. А за ней может быть целый инграммный ряд, огромное количество там ситуаций в прошлом. Вы сейчас сталкиваетесь просто с таким явлением, как психосоматика. А по сути это целая история. Целая история каких-то там решений, ситуаций, которые сейчас влияют таким образом на вас. Включается какая-то психосоматика. Вы можете испытывать какое-то напряжение боли, не понимать, что это. Что за этим? В сессии, например, в одитинге вы можете пойти и потихонечку начать это распутывать. Смотреть, из чего это состоит. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, хопа. И в какой-то момент оно может отключиться. Перестать. Так влиять на вас. Я не саентолог. Я не люблю вот эти, а вы саентолог. То есть вы хотите ко мне ярлык прилепить. Нет. Я просто использую разные технологии для того, чтобы освободиться. Понимаете? Вот есть саентологическая технология, есть дианетическая саентология, есть там дизайн человека, есть там, не знаю, какие-то другие технологии, как инструменты просто, которые можно применить в своей жизни и увидеть. А так работает же. Блин, ну это же даёт освобождение. Это даёт понимание, даёт распутывание. Нет, ну почему? Можешь пробовать разные другие методы. Я просто, понимаете, я говорю то, что я проверил и работает. Ты можешь использовать другое. Понимаете, здесь же как? Опять же, вот смотрите, почему многие люди, когда звучит слово саентология и дианетика, у них возникают какие-то там опасения, страх и так далее. А потому что они же не знают, что это. Ну то есть большинство из вас понятия не имеет, что такое саентология и дианетика. Не разбирались с этим. Не пытались войти в это, проникнуть, понять, разобраться, что это за инструменты, что это за подход. Вы просто часто оперируете общественным мнением, да. То есть вы где-то что-то там послушали, какую-то критику саентологии, да, там какое-то обесценивание, чёрный пиар в сторону саентологии. Вы часто подвержены общественному мнению. Понимаете? Поэтому, ну эта система так работает. Как бы вы часто очень социализированы и очень глубоко в вас находятся вот эти вот какие-то социальные догмы, там общественное мнение и так далее. Поэтому вы можете просто не понимать, не понимать, с чем вы имеете дело. У вас может быть просто чужая идея о саентологии, о дианетике. А сами вы не разобрались. Слава Богу, когда я впервые столкнулся с саентологией, с дианетикой, у меня не было предубеждений на эту тему. Но так случилось, что я не слышал ничего плохого про это. Поэтому, когда я пошёл, я начал как бы без предубеждений разбираться. И вдруг я обнаружил, что это работает. Это технология, которая работает. Потом важно понимать, что есть церковь в саентологии, да, есть свободная зона. Это совершенно две разных ситуации. Церковь в саентологии, вот очень часто вот эти все скандалы, да, вокруг саентологии и дианетики, это всё связано с церковью в саентологии. С тем, во что превратилась церковь. А церковь, она была, ну, условно говоря, она была захвачена. ЦРУ там и спецслужбами были внедрены туда определённые люди. И, фактически, ту организацию, которую вы видите, она была захвачена. Туда нельзя сейчас ходить. Реально, нельзя ходить. То, что там происходит, не имеет отношения к исходной технологии саентологии и дианетики. Но это не имеет также прямого отношения к саентологии и дианетике. Да, ты просто наблюдаешь. Наблюдение тебе ничего не даст. Ничего не даст. Вот купи книжку дианетика, прочти её сама и сложи своё собственное мнение об этом предмете. Понимаешь, отодвинь в сторону какие-то общественные мнения, какие-то авторитетные мнения, да, церкви православные там или ещё каких-то там групп, да. Сложи своё собственное мнение. Об этом и пишет всё время Рон Хаббард. Что для вас самое важное только то, к чему вы сами пришли. То есть истина для вас это то, что вы поняли, то, что вы познали и разобрались. А то, что вам говорит кто-то, это всегда сомнительно. Вы можете просто поверить в чужое мнение, в какое-то мнение какого-то авторитета. И это будет идея, в которую вы опять поверили. Понимаете? И вы можете придерживаться каких-то идей, в которые вы просто поверили. Так вот, одно из самых важных данных в саентологии, в дианетике. Не надо ни во что верить. Вам нужно понять, прийти к своей собственной истине. Вы обладаете своей разумностью. Вы имеете способность самостоятельно разбираться, понимать, доходить. И через свой эксперимент, через свой опыт видеть, как это влияет на вас и как это работает у вас. Да, но саентология не является религией. Понимаете? Потому что религия, ну давайте так, есть религия в исходном понимании, а есть религия в общем понимании. То есть в общем понимании религия это набор верований просто. То есть вы приходите там и вы во что-то верите. Вот есть Коран, да, в Коране написано так-то и так-то. И вы просто верите в это и начинаете пытаться как бы внедрять эти новые верования в свою жизнь. То есть придерживаться тому, что описано в Коране. Или вы можете взять Библию и там что-то написано. Вы можете поверить в это и просто придерживаться этих верований. Саентология совершенно другой предмет. Это практическая философия. Там описаны определенные методики, в которые вам не надо верить. Вам нужно это изучить, понять и пойти и посмотреть, это так работает или не так. Понимаете? Вам ничего, то есть не навязывается вот типа, да, это точно так. Это обязательно именно так, как описано. Нет, там этого нету. Там любая книга это просто научный подход к этой области. Вы просто что-то изучаете. И как в любой науке, да, вам важно провести эксперимент и посмотреть, как это работает в вашей жизни. Вот и все. Понимаете? Вы изучаете, внедряете, смотрите, работает или нет. То же самое вы, например, приходите, да, в саентологии, в дианетике. Есть две части. Первая часть – это научная часть, изучение, понимание. А вторая часть – практическая. Это духовная практика, аудитинг. Да? Здесь вы изучаете и смотрите, как это применимо к вашей жизни, да, научную часть. А практическую часть, вот эту духовную практику, вы приходите на аудитинг, получаете этот аудитинг и видите, как это работает. Вы просто видите, что это работает. Любой человек, который получал аудитинг, он не может не увидеть, что это работает, что это его облегчает, освобождает. Что он перепроходит какие-то инциденты и получает облегчение, релизы. Понимаете? Релизы, облегчение, высвобождение. Высвобождается его жизненная энергия. Тета. Она в саентологии, в дианетике называется тета. Жизненная энергия высвобождается. А духовное существо в саентологии и дианетике называется тетом. Так вот, тетом и его тета все время высвобождаются. В ходе, с одной стороны, аудитинга, постоянного получения этих услуг и рассмотрения своего внутреннего. В аудитинге вы что делаете? Аудитор вам задает вопросы, направляет ваше внимание на те области, где у вас есть бессознательность, какие-то убеждения, представления. И вы перепроходите это, пересматриваете и высвобождаете это. То есть расфиксируете. Понимаете? Происходит высвобождение, расфиксация. Вы освобождаетесь в этом. Как духовное существо, освобождаетесь. Когда вы получаете эти услуги, вы не можете не увидеть, что вы высвобождаетесь. Вам становится хорошо. Конец сессии – это всегда ОХП или какое-то озарение. То есть либо вы очень хорошо себя чувствуете. ОХП – это очень хорошие показатели. Вы поднялись по тону, вы чувствуете освобождение, облегчение, релиз. Да, как бы. Либо вы что-то поняли. Либо вы что-то поняли. Ааа, так это же я там вот это вот, напринимал эти решения. А это на самом деле не так, а вот так. Понимаете? То есть озарение получается у вас. И так потихонечку вы, с одной стороны, одитируетесь, высвобождаете свое внутреннее пространство, депрограммируете, высвобождаете все эти психотравмы. С другой стороны, вы обучаетесь. Вы изучаете, а как это работает. Как работает тот же самый одитинг, как работает жизнь, а кто такой я, да, какие принципы в жизни существуют. Но вы не просто верите в это. Здесь нет как в христианстве и в другой религии, вам надо просто верить. Не надо ничему верить. И везде это данное дается. Вы ни во что не должны верить. Вы берете данные, идете в свою жизнь, экспериментируете, смотрите, как это работает. И знаете, что вы увидите? Вы увидите, что это работает. Вы увидите, что это работает. Почему? Потому что Хаббард был исключительно практиком. Он изучал, как бы он не придумывал новую теорию какую-то, да. Он брал, засучивал рукава, лез в жизнь и смотрел, как это устроено. То есть это был эмпирический такой подход, как бы. А как устроено это, да? Как устроена жизнь? А что такое жизнь? Что движет живыми существами, да? Что движет? Как эта игра устроена? Какие здесь принципы? Базовые, ключевые принципы. Когда вы это начинаете изучать и применять, вы видите, ну, это невозможно отрицать. Это работает. То, что было обнаружено, он не изобрел ничего. Он просто обнаружил то, что есть. Понимаете? И все это упаковал просто в свою философию и технологию. Просто упаковал, чтобы вы могли тоже взять и разобраться. Вот и все. Нет. Хаббард обнаружил, что всеми живыми существами движет одно побуждение. Выжить. То есть это базовое побуждение любой формы жизни. Она в первую очередь хочет выжить. А потом она хочет увеличить свою силу выживания. То есть она хочет хорошо выживать. И она хочет выживать не только по одной динамике, а по разным динамикам. Мы уже говорили об этом. Что я хочу выживать не просто как сам по себе. Я хочу выживать как моя семья, да? Там продолжится в моей семье. Я хочу выживать как группа, как мой вид, как все живое, там и поехали как духовное существо, там и так далее. Понимаете? Ну, опять же, если вы купите книгу Дионетика, почитаете, там все это описано. Там, правда, не описано 8 динамик, а описаны только первые 4. Все это можно понять и пронаблюдать. И ни во что не надо верить. Ни в коем случае не надо верить. Вот если вы будете верить, это будет опиумом для вас. Верование во что-то просто... Верить-то вы можете только в мысли какие-то, в образы, в представления. Если вы просто опять верите в какие-то образы, представления и успокаиваетесь на этом, это будет опиумом. Вы просто верите и все. Не надо просто верить. Можно довериться какой-то информации, чтобы взять ее и эмпирическим путем посмотреть, работает ли это или не работает. Является ли описание указанием на некое подлинное явление в жизни, на некие принципы. В себя не надо верить. В себя нужно познать. Понимаешь? Что значит верить в себя? А если ты узнал, кто ты? А если ты вдруг узнал, что ты являешься духовным существом, ты вечное духовное существо, у тебя бесконечные способности, бесконечные возможности играть, как бы, если ты узнал. Тебе надо верить? Не надо верить? Все. Ты знаешь, кто я. Я есть тот, кто воспринимает. Я есть тот, кто подлинно вознамеревается. Я есть тот, кто играет. Я есть тот, кто воспринимает все эти вещи вокруг меня, включая мое тело через органы восприятия моего тела. В свои силы поверить. Тебе нужно не поверить в свои силы, а обнаружить свою силу. Понимаешь? У тебя сейчас может быть заваленное, подавленное состояние. Ты подавлен, у тебя не хватает энергии. Вот этими всеми вещами, которые накопились в твоем внутреннем ментальном пространстве, в этими всеми привычками, этими всеми инерциями ты, как духовное существо, можешь быть подавлен. Ты можешь быть обесточен, заблокирован. Понимаешь? Поэтому у тебя возникает эта идея, мне нужно поверить в свои силы. Чувак, тебе не надо поверить в свои силы. Как только ты начнешь освобождаться от всего этого, депрограммироваться, все это как бы выкидывать лишнее из своего пространства, отменять все эти подавляющие тебе вещи и больше не соглашаться с ними, вдруг ты начнешь обнаруживать свои исходные способности и свою исходную энергию. И ты будешь видеть, что у тебя, ты настолько энергичен, ты настолько способен, в тебе настолько много энергии, что ни во что верить не надо. Понимаешь? Ни во что верить не надо. Будет другой вопрос, куда это деть? Куда это деть? Куда это применить? Понимаешь? Как это использовать, чтобы иметь классную игру? Вот такой вопрос у тебя будет. А в свои силы верить надо рабам. Они все вот как бы порабощены, задавлены, подавлены. И тебе надеяться, ну, как бы нужно на что-то надеяться. Ну, надейся, я не против. Можешь верить в себя там, во что-то верить? Надейся. Ну, не останавливайся на этом. Отлично, тебе нравится мой свободный ум. Осталось тебе твой ум привести в такое же состояние свободное. Ты можешь это сделать. Тебе это все доступно. Слава Богу, мы живем в такие времена, это все доступно. Тебе это открыто. Но начни смотреть в эту сторону и начни туда проникать постепенно. Я достаточно даю указателей, наводок, чтобы ты начал что-то делать с этим. Понял, понял, как бы понял, о чем я говорю, да, как бы осознал, что это разумно. Ну, что-то вот Макс говорит такое, наверное, блин, ну, вот, прав он. Потому что тебе, как духовному существу, не может мне откликаться то, что я тебе говорю. Потому что я не говорю просто теорию какую-то, я говорю из своего практического опыта. Да, то есть я этим занимаюсь 17 лет, и вот я, какие-то вещи, они для меня уже вне сомнений. То есть они однозначно такие. И поэтому, когда я тебе говорю, ты можешь это воспринять разумным для себя и начать что-то с этим сделать. То есть ты пойми, что ты можешь с этим что-то сделать. Тебя пытались низводить до такого состояния, что ты не можешь ничего с этим сделать. Тебе надо просто согласиться с этим всем и жить уже как живется, да, проживать вот в этом подавленном состоянии. А я тебе говорю, что ты имеешь право как бы встать с колен, да, ты имеешь право встать с колен, подняться в свой полный рост, разогнуться, расправить свои крылья, да, и начать летать, а не ползать. Вот, знаешь, как бы тебя низвели до ползающего состояния. А иначе, говорят, ты сам низвел себя, потому что ты со всем этим согласился. А то, кем ты являешься исходно, тебя вообще, на тебя ничего не влияет. То есть то, кто ты есть, ты запредельное пространство как бы, понимаешь? То есть когда ты откроешь сам себя, кто ты есть, ты увидишь, что по сути ты запределен, на тебя ничего не может повлиять до тех пор, пока ты не искусишься чем-то и не соблазнишься и не согласишься с этим, и не застрянешь в этом. Так вот, духовная технология правильная, она тебя ведет обратно. К тому, какой ты есть подлинный, к твоим подлинным способностям, дарам, твоим свободам исходным, к твоему исходному состоянию духовному. И когда ты туда начнешь продвигаться, ты сразу это почувствуешь. Когда что-то начнет работать и тебя освобождать, ты не сможешь это игнорировать. И этот привкус, который ты заново будешь получать, ты его ни с чем не спутаешь. Облегчение, облегчение, высвобождение. Понимаешь? Ты вдруг заново обретешь надежду, что возможно все-таки вернуться в свое исходное состояние, потому что многие люди даже не верят в это. То есть они настолько утратили веру в то, что возможен обратный процесс. Что вот я деградировал, деградировал, мне так тяжело, мне так плохо, и мне никто не дает никакие возможности, никакие инструменты обрести надежду на то, что я могу вернуться в свое исходное состояние и проживать по душе заново. Понимаешь? Так вот я ходячая надежда для тебя, мое послание для тебя, что надежда есть. Но тебе для этого надо понять, перестать верить, начать разбираться, проникать в суть и применять какие-то инструменты в твоей жизни, которые тебя облегчают, которые высвобождают все, что накопилось. Какие инструменты? Пожалуйста, выбирай любые. Сейчас много есть всяких. Есть восточные подходы, да, какие-то там, йога, медитации, терапии какие-то, да, там, вот, ошотерапии и так далее. Можешь пойти таким путем. Можешь взять дианетику, саентологию, это просто то, что, знаешь, проходя долго 7 лет, я сначала шел через медитации, через вот это все. Там, к сожалению, я потерпел поражение. Я увидел неэффективность этих инструментов, что я сталкиваюсь все-таки с какими-то вещами, которые не могут быть обработаны. Поэтому я пошел дальше. Скептицизм, да, скептицизм. Это твоя вера в то, что надежды нет, что ничего не работает, что ты не можешь выбраться из этого. Снова в болото, да, потому что болото внутри тебя, понимаешь? И ты с этим болотом должен сам разобраться. Ну не должен, тебе важно это должно быть. Никто за тебя это не сделает, понимаешь? Эти перископ-трансляции тебя не изменят. Они могут поменять твое отношение к теме, они могут изменить твое понимание. Я могу тебя направить на что-то, я могу тебя воодушевить, я могу поработать как-то с какими-то поверхностными вещами, но в самом ядре это твоя ответственность пойти в это, понимаешь? Поэтому я могу тебя направить, только воодушевить, указать тебе направление, куда копать. А все остальное от тебя зависит. Ну вот так вот. Ладно, ребята, мы уже достаточно долго ведем эту перископ-трансляцию. Будем ее завершать. Спасибо за то, что вы пришли. Надежда есть, и эта надежда не в будущем. Она здесь и сейчас. Она заключается в том, чтобы вы поняли то, что я вам сказал, и начали действовать. Это ни к чему вас не обяжет. Просто закажите себе эту книгу «Дианетика. Современная наука о разуме». Ее можно почтой заказать. Она стоит там порядка 750 рублей без доставки, насколько я знаю. Закажите, получите и начните ее изучать. Подробно изучите это. Для многих из вас это может быть озарением, ясным прояснением каких-то вещей, о которых я говорю. Там очень подробно это все описано. Как устроен разум, как это все накапливается, что такое инграны, что такие вторичные всякие убеждения и так далее. Прочтите это. Либо вы можете в интернете ее скачать. Если кому-то удобно читать электронные книги, я думаю, что в интернете тоже можно эту книгу найти и скачать ее, прочитать. Начните ваше путешествие в свое внутреннее ментальное пространство. Вы можете не «Дианетика», хорошо, не «Дианетика». Начните там что-то другое, но что-то практическое. Знаете, то есть что-то практически применимое. Чтобы вы могли что-то сделать, получить инструменты. А не просто сидеть и надеяться и верить. И ждать манны небесной. Окей? Договорились? На этом все. Пока-пока. Продолжение следует.